Девушки отдыхают 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 Я, кстати, об этом не подумала Я обязательно что-нибудь загадаю Так, ну что, с чего начнем? Ну, видимо, будем подводить итоги И поговорим о значимости Собственно для нашего города и для региона Приезда законодателей со всего ПФО 20 октября в пятницу Вы встречались с ними Объясните, пожалуйста, Почему такой вот формат работы Ассоциации, когда В каждом городе, в каждой столице Региона Преволгского федерального округа устраивается вот такое выездное заседание, Владимир Васильевич? Заседание Ассоциации законодателей Приволжского федерального округа, оно проводится раз в квартал. И вот по определенному графику время выпало как раз нам. Выпало на осенний период, поэтому мы основным вопросом поставили вопрос, это о эффективности государственной поддержки агропромышленного комплекса. То есть сельское хозяйство. Да, в общем-то вопросы сельского хозяйства. Для нас это было важным то, что сменился координатор, который возглавляет ассоциацию. До этого ее возглавлял руководитель Госсовета Республики Татарстан Мухаммедшин Фарид Хайрулович. А сейчас он главил председатель законодательного собрания Пензенской области Лидин Валерий Кузьмич. А это каким образом выбор происходит? Руководитель ассоциации. Руководитель ассоциации, координатор выбирается решением председателя законодательных собраний сроком на два года. Вот два года закончилось, что Фарид Хайрулович возглавлял. Поэтому, так как Лидин возглавляет уже не первый созыв законодательного собрания, является, будем говорить, сторожилом, было принято решение. И на 50-м заседании ассоциации в городе Ишкар-Але мы единогласно избрали его координатора в нашей ассоциации. Все председатели законодательных органов регионов ПФО имеют возможность возглавить эту структуру? Имеют возможность все. По регламенту. По регламенту. Вот через следующие два года снова будет избираться новый координатор. И кого мы изберем, тот и уже будет. Поэтому для нас было важно организовать и провести это заседание, ну будем говорить, на высоком таком организационном уровне, помочь и нашему координатору. Но и так как я тоже впервые принимаю такое серьезное собрание, значит, самим подготовиться. Я могу сказать, что заседание ассоциации, это было таким главным политическим действием прошедшей недели. Мы уделили большое внимание вот тем вопросам, которые мы рассматривали. Помимо этого мы побывали и на заводе Лепсия, где посмотрели, в общем-то, чем занимаются наши промышленники. Встретились с председателем союза машиностроителей. И, в общем-то, получилась хорошая такая тема, которая возникла о том, что вот на уровне законодателей можно как-то организовать и экономическое взаимодействие наших предприятий с предприятиями соседних регионов. Мы даже пригласили некоторых представителей и банков, и торговых наших сетей для того, чтобы обозначить точки соприкосновения, что мы можем продать, что мы можем купить. И вот интересный такой разговор произошел, что наш завод Лепсия готовится восстановить производство станков. И такой же завод есть в Пензенской области, который также хочет стремиться начать выпускать станки, будем говорить, с, в общем-то, программным управлением. И вот такие совместные пожелания, они, наверное, будут важны для того, чтобы можно было скооперироваться, объединиться и сделать очень, будем говорить, хороший конкурентный продукт. На экспорт или для внутреннего российского потребления? Мы говорим для того, чтобы эти станки, по крайней мере, заменили то, что мы приобретали на, будем говорить, на рынке импортного производства. А, импортозамещение? Сегодня мы не можем приобретать станки, нам не продают, в связи с нашими, будем говорить, теми санкциями, которые существуют. Поэтому производство своих станков заменило бы это, и мы могли бы уже более качественно развивать наше производство. Ну, в общем-то, если говорить о том, что мы обсуждали, то, в первую очередь, конечно же, мы показали, что мы делаем. И то, что мы показали наше предприятие Кировпрем, оно удивило всех, потому что действительно создавать и развивать ту породу, племенную, молочную породу, наверное, сегодня делают немногие регионы. И, собственно говоря, вот здесь мы тоже увидели импортозамещение, потому что продукция нашего предприятия, мы продаем, собственно говоря, то, что мы делаем в 20 регионах, не только в Приволжском федеральном углу, но и за пределами его. И те, будем говорить, возможности, которые мы имеем, дали нам тот результат, что вот, например, 60% всего нашего молочного стада, это, ну, будем говорить, племенные коровы. Это как раз результат работы Кировпрема предприятия. Да, результат работы Кировпрема. Если брать по России, то это всего лишь 13%. Поэтому вот наши законодатели посмотрели, увидели, они были удивлены. И, собственно говоря, многие уже, я думаю, будут давать рекомендации своим сельхозпроизводителям, чтобы они могли, в общем-то, перенять наш опыт. У нас ведь соседи тоже довольно, есть соседи по Приволжскому федеральному округу, довольно сильные регионы в сельскохозяйственном отношении. И они тоже были удивлены. Тот же Татарстан. И климат у них там получше. Я могу сказать, что Татарстан, это один из первых, будем говорить, покупателей, в общем-то, наших... Буренок. Буренок, да. Ну, можно сказать, не буренок, а, в общем-то, тех проб, которые мы получаем для того, чтобы воспроизводить... Понятно, о чем вы говорите. Да. Поэтому я думаю, что здесь не только Татарстан, но все и другие. Мы особое внимание уделили тому, что вот если брать наш регион, то у нас нет, будем говорить, высокосортов пшеницы, нет, мы будем говорить, каких-то культур, которые могли бы там быть высокопроизводителями. У нас есть одно. Возможность выращивать именно поголовье, которое может приносить нам молоко. То есть вот молочная продукция для нас очень важна. Поэтому мы основной упор на это делаем. Для молочной продукции нужна кормовая база? Вот мы и говорим, что у нас 7,57 предприятий, которые занимаются разведением селекции. Вот Владимир Валентинович скажет более подробно на эти вопросы. То есть мы не просто готовимся, мы готовим к тому, чтобы и кормовая база была, именно обеспечивала нам хорошей надой. И вот в этом направлении мы будем говорить лидеры не только в Привозском федеральном округе, но и в России. Владимир Васильевич, вот кроме всеобщего удивления, да, гости удивились, мы похвастались. Все молодцы. Какие еще именно практические шаги, практические договоренности были? Практические шаги и договоренности – это решение по этому первому вопросу, в котором прозвучало, что необходимо продолжать господдержку. Предприятий АПК? Да. И мы на сегодняшний день уже есть и указание президента страны, что в 2018 году мы должны финансирование оставить на уровне 2017 года. Можем для примера привести порядок цифр? Ну, для примера порядок цифр сейчас они уточняются. И мы более будем говорить, точно будем говорить по результатам, которые будут приняты в Государственной Думе, но мы говорим о том, что в 2017 году у нас было 1,9 миллиарда рублей. Вот на этом уровне мы должны сохранить наше финансирование и в 2018 году. Простите, есть опасения, что финансирование будет урезано АПК? Если мы говорим о том, что уже при формировании федерального бюджета было урезано на 221 миллиард рублей, сегодня поставлена задача эти миллиарды вернуть. И мы будем надеяться в том, что как только федеральный бюджет эти цифры вернет в финансирование агропромышленного комплекса, естественно, мы будем принимать все усилия для того, чтобы получить соответствующие субсидии из федерального бюджета на поддержку нашего агропромышленного комплекса. То есть работа, она только, будем говорить, начинается по получению федеральной поддержки. Нам сейчас нужно прерваться. Я прошу прощения. Небольшая пауза. Это особое мнение, господи. По привычке это дневной разворот. Владимир Сметанин, Юлия Афанасьева. Мы сегодня говорим о пленарном заседании Ассоциации законодателей Приволжского округа. Будем анонсировать ближайшие заседания Кировского УЗС, которое пройдет в этот четверг. И в гостях у нас сегодня Владимир Васильевич Быков и Владимир Валентинович Яговкин. Вот по господдержке предприятий АПК я у вас хотела уточнить. Поддерживать кого хотите? Большие хозяйства или маленьких фермеров? Значит, у нас в нашем бюджете есть программа, где мы поддерживаем и больших производителей нашей агрохолдинги, но и есть программа, которая поддерживает и фермерские хозяйства. Поэтому здесь все взаимосвязано. Может, Владимир Валентиновичу дадим слово? Я сейчас еще одну секундочку хочу сказать, что мы еще по большому, и он скажет. Мы, а также приняли решение в том, что и направили рекомендации о том, чтобы решить вопрос и кадровый. То есть у нас не хватает специалистов на селе. И поэтому наше одно из решений в постановлении было о том, чтобы на уровне федерации принять целевое распределение выпускников, что они могли бы отрабатывать на селе. Следующий вопрос. У нас зона земледелия очень опасная. И вот особенно в этом году климатические условия не позволили, может быть, в полной мере убрать тот урожай и выполнить те государственные заказы, которые мы брали на себя как обязательство. Поэтому мы на сегодняшний день в решении записали, что вот эти погодные условия приравнять к обстоятельствам непреодолимой силы. Для того, чтобы наши предприятия не несли, будем говорить, той ответственности, которая возлагается, если не выполняется заказ. Ну а здесь более подробно, Владимир Владимирович, пожалуйста. Давайте, да. Ваша тема, сельское хозяйство тоже. Спасибо. Ориентируйтесь. Я бы хотел пояснить, что главная задача принимающей стороны, проводящей ассоциацию, это, конечно, показать лучшее, что мы имеем, где мы достигли наибольших показателей. Ну и, соответственно, у нас сельское хозяйство. И в сельском хозяйстве мы выбрали именно те ведущие предприятия, это как Кировплем, поскольку у нас высокая селекция в генетике животноводства молочного скота, ну и, соответственно, фудзавод, производство готовых блюд. Что касается нашей продуктивности, продуктивность нашего дойного стада, она во многом зависит от селекции. А следом уже идет заготовка кормов. Вот ту продуктивность, которую мы планируем, соответственно, мы планируем объем производства корма. Соответственно, это уже тянет одно за другим. И главная задача ассоциации того первого вопроса, что касается государственной поддержки, эффективности, это добиться сохранения уровня и даже в некоторых позициях увеличить. Потому что если мы хотим получать больше молока, мы сегодня много говорим о молоке, потому что Россия обеспечена на 75%. Это статистические данные, фактически, наверное, меньше. Своим молоком мы имеем в виду? Да, да. Российского производства? Да, в России молока не хватает. Мы его закупаем в виде масла, сыра и сухого молока. Поэтому задача очень, будем так говорить, что важна. И вот все, что связано с генетикой и селекцией, конечно, это в первую очередь наше предприятие Кировплем. Простите, мы говорили о поддержке АПК со стороны федерального бюджета, а наш бюджет Кировской области планируется увеличивать все-таки поддержку? В общественных слушаниях мы заявили 430 миллионов рублей. Это на уровне прошлого года. 2016 года. Но сейчас, значит, мы ведем разговоры о том, что нам нужно больше. Потому что все-таки и инфляция, и те непреодолимые условия, которые связаны с чрезвычайной ситуацией по агроклиматическим показателям, конечно, это повлечет то, что сельское хозяйство нужно поддержать. А где денег-то больше взять? Мы же живем сейчас в парадигме денег нет, но вы держитесь. Где деньги? Вот и дальше. Напечатать. По ассоциации главная эта тема – это принятие решения. В этом решении ассоциация обращается в адрес Государственной Думы по кадровым вопросам, чтобы закрепить кадры, которые учатся за счет государства, чтобы они отрабатывали на селе как ранее определенный срок. А какие кадры мы имеем в виду? Поясните. Это выпускники сельскохозяйственных. Да, выпускники сельскохозяйственных. Которые учатся на бюджетных отделениях. Правильно? Агрономы, заодержки, литеринары, заодержки, инженеры. Это же очень важно. На какой срок на село хотите отправить? В нашем решении было записано в течение пяти лет. Они должны отработать. В советское время так же работала система? Да. Да. Да, точно так же. Далее были предложения правительству Российской Федерации. Значит, все, что касается кредитов в сторону развития АПК, значит, все, что касается строительства молочных сооружений, ферм, перевооружения. Мы проговорили про развитие и реконструкцию мелиоративных систем, которые сейчас существуют. Ну и ряд других государственных программ, которые требуют поддержки и того уровня, который был годами несколько выше, чем мы, допустим, пришли к 2016-2017 году. Поэтому это важно. У нас был национальный проект, потом он перешел в госпрограмму. Если мы говорим, где взять деньги, то мы говорим о том, что действительно именно сельское хозяйство у нас развивается самыми такими, будем говорить, мощными темпами, сравнением с другими отраслями. Поэтому я считаю, что вот если мы правильно распределим средства и в федеральном бюджете, о чем сегодня говорится и на уровне Государственной Думы, чтобы поддержать и вернуть на уровне 2017 года финансированный, в 2018 год. Поэтому мы надеемся, что это решение будет принято, и мы получим те средства, которые дадут возможность производить нам как можно больше продукции. А также мы ставим для себя задачу организовать у нас переработку. Переработка, это дает нам большие доходы, чем просто продажа сырого молока. Поэтому где деньги взять, понятно, в федеральном бюджете, в нашем бюджете посмотреть. Поэтому говорить о том, что денег нет, вы там держитесь, ну, наверное... Да как, Владимир Васильевич, ведь режут, или льготы разные режут. И мы из всех утюгов слышим, что, ребята, денег нет. Вот надо меньше слушать утюги, я вам могу сказать, что сегодня, принимая бюджет, мы ни одну социальную выплату в нашем бюджете, в нашей области не урезали, не сократили. А вот сегодня, будем говорить, работая над бюджетом между первым и вторым чтением, будем смотреть о том, чтобы решить те вопросы, которые, собственно говоря, и были, и звучали от наших и ветеранов, и детей войны. Поэтому я считаю, что если правильно все распределить, а потом контролировать, то можем найти средства для решения всех вопросов. Но еще раз хочу сказать, что никакие социальные выплаты в бюджете сегодняшнего, которые мы принимаем на 2018-2019 годах, никаких сокращений нет. Ну, о проекте регионального бюджета мы, безусловно, немножко позже поговорим. Я хотел бы вернуться к вопросу кадров на селе. И, безусловно, острая нехватка этих самых кадров в сельском хозяйстве, как и во многих других сферах. Но нужно вспомнить еще и про современные тенденции, то есть автоматизация работ, механизация и так далее. В этом направлении тоже будем работать в сельском хозяйстве, когда без участия человека какие-то процессы. В этом направлении у нас ведется работа. И вот мы говорим о том, что наши сельхозпроизводители за 17-16 год на почти полтора миллиарда рублей закупили новой современной техники. И уже на фермах появляются и роботы, которые подталкивают, будем говорить, корма коровам. Там появляются автоматические, значит, дойки уже. Не то, что там где-то в одном предприятии. Мы как-то раньше ездили, вот в Красногорском там появилась у нас автоматизированная дойка в виде каруселя. Сейчас разного типа уже практически все крупные предприятия имеют эту возможность. И уже работа на селе, она становится более, ну будем говорить, насыщена такой современным оборудованием. Я могу сказать более того, что уже наши предприятия начинают выпускать некоторые. Вот завод Сельмаш. Молочные машины вы имеете в виду в том числе? И молочные машины, и оборудование для того, чтобы можно было облегчить труд наших сельчан. Поэтому работа в этом направлении ведется. Не все сразу, но сегодня действительно сельскому хозяйству уделяется большое внимание. А то, что именно ассоциация рассмотрела этот вопрос и принято решение. Поверьте, это уже решение будет идти и в Совет Федерации, и в Государственную Думу. И по этому решению уже будут приниматься решения на государственном уровне. И я бы еще добавил, когда мы говорим сейчас про проект решения, то вот по просьбе наших коллег было записано, что принять неотложные меры по формированию интервенционного фонда «Зерна». Что это такое? Потому что мы знаем, в этом году в Российской Федерации собрано 132 миллиона тонн зерна. Поэтому... Это много, мало? Ну, поясните слушателям, пожалуйста. Если в сравнении с прошлым годом это больше на 20 миллионов, но если в предыдущие годы там 105 миллионов, это говорили, что это очень здорово. Поэтому вот такая проблема сейчас существует. И по просьбе наших южных соседей перепроизводство зерна, его даже хранить сейчас негде. Вот проект решения мы включили. В чем суть этого проекта? Государство у предприятий приобретает в интервенционный фонд зерно и уже на государственном уровне дальше распоряжается. Чтобы стабилизировать закупочную цену, не дать возможность ее, в общем-то, пустить до самого низа. Поэтому вот этот фонд инвестиционный, он именно закупает... Это как закупка излишков. Это как закупка того зерна, которое можно где-то там высушить, сохранить, а потом уже его продавать. То есть, и вот мы же сегодня становимся уже государством, которое экспортирует пшеницу на мировом уровне. Там вышли в лидеры по этому вопросу. Поэтому вот самая главная задача на сегодняшний день стоит поддержать именно наших сельчан. Потому что вот если мы говорим Пензенскую область, у них есть сельхозпредприятия, где они собирают 70-90 центнеров с гектара. Но это высокая урожайность. Это очень, это не просто, это очень высокая. Вот у них по Пензенской области в среднем 36 центнеров. Поэтому высочайший урожай. И для того, чтобы это зерно просто так, значит, не продали там за копейки. Потому что они же вкладывались, получить такой урожай, это надо было и удобрение, это надо и следить за этим, вовремя посадить, вовремя вспахать, вовремя поранить. Поэтому вопросов очень много в этом отношении. Поэтому мы приняли решение, чтобы мы поддержали вот особенно наших там, это Саратов, это Пенза, это Оренбург, Самара. Вот эти регионы, которые действительно в этом году получили очень высокий урожай. А мы-то, предприятия нашего региона, сельхозпредприятия, риск есть, что они столкнутся с дефицитом зерна? В ближайшее время нет? В данный момент, когда была объявлена чрезвычайная ситуация, все-таки, да, сложность была в уборке, поздние сроки, потери. Но, тем не менее, в этом году мы сейчас на 80 тысяч тонн зерна имеем больше, чем в предыдущем году. Конечно, будет, это пока в амбарном весе, будет рефакция, так называемая, естественно, убыль, но в любом случае не менее прошлого года. Но надо же, у нас и лета в этом году не было. А урожай хороший? Ну, мы имеем в виду, в первую очередь, конечно, зерно-то фуражное, которое идет на форму. У нас оно в основном фуражное. У нас другого нет. Давайте на этом прервемся, да? И, наверное, уже будем завершать тему заседания ассоциаций. Я хотел бы обозначить, что на заседании ассоциаций очень активно рассматривались еще два вопроса. Да, мы знаем, конечно, да. Это самообложение, но я могу сказать, что... Представитель Татарстана как раз выступил, да? Да, но я могу сказать, что родиной этого самообложения все-таки является наш регион. И вот программа местных инициатив, наш народный бюджет, это тоже самое самообложение. И второй, третий вопрос, это, значит, очень тоже важный, это государственная помощь людям, страдающим редкими заболеваниями. Потому что это очень дорогие лекарства. И даже сегодня привели пример в том, что некоторые просто для того, чтобы им было дешевле обеспечить своего, ну, будем говорить, члена семьи этим лекарствами, покупают в Москве квартиры. И там за счет, в общем-то, бюджета могут как-то обеспечивать. Поэтому было принято решение, вот, людей, страдающими орфанными заболеваниями, перевести закупку этих лекарств. Они в основном все иностранного происхождения, очень дорогостоящие, на федеральный бюджет. Для того, чтобы люди, потому что там некоторые пожизненно получают эти лекарства. А было на региональном? А было на региональном. Поэтому мы, у нас 92 человека в области таких, в других регионах где-то больше. Поэтому вот мы вынесли такое решение, чтобы это вот возложить на федеральный бюджет. Ну, а остальные все вопросы у нас еще там рассматривались по административным взысканиям. Ну, я думаю, что об этом уже мы говорили. А вот эти два важных вопроса тоже прелезвучили. Ну что ж, давайте на этом прервемся. Мы сегодня разговариваем с Владимиром Васильевичем Быковым и с Владимиром Валентиновичем Яговкиным. Во второй части нашей программы мы поговорим про бюджет и про грядущее заседание законодательного собрания. Прервемся на пару минут. Дневной разворот продолжается. Владимир Сметанин, Юлия Афанасьева. Я напомню, мы сегодня разговариваем с Владимиром Васильевичем Быковым и Владимиром Валентиновичем Яговкиным. Сейчас мы поговорим, наверное, про бюджет. В этот четверг будет заседание законодательного собрания. Бюджет как раз один из основных вопросов. В первом чтении будет рассматриваться. Владимир Васильевич, у меня конкретный по бюджету вопрос. Скажите, пожалуйста, как в 2018 году в регионе изменится соотношение бюджетных и коммерческих кредитов? У нас, согласно решению правительства, произошла ретализация наших бюджетных долгов, наших кредитов. И мы получили рассрочку на 7 лет. Мы уже об этом говорим как о свершившемся. Это свершившемся. И мы уже говорим о том, что в 2018 году мы будем платить 5% от всей суммы долгов. То есть у нас получается, если мы говорим 14 миллиардов, то мы, получается, будем платить 780 миллионов в 2018 году. 780 миллионов в 2019 году. И уже в 2020 году мы будем платить полтора миллиарда. Естественно, значит, у нас и будет сокращение. В варианте в том, что мы никаких коммерческих кредитов больше брать не будем. Это условия федерального центра. Если мы эти условия выполним, у нас появляется возможность срок с 7 лет увеличить до 12. И тем самым мы получим, собственно говоря, облегчение нагрузки на наш бюджет для того, чтобы мы могли рассчитываться со всеми этими долгами. Мы знаем о том, что президент на сегодняшний день запросил всю схему, как будет происходить выплачивание этих всех долгов. И мы надеемся, что там будет какое-то еще решение, которое поможет регионам. Я сразу могу сказать, что у нас в стране более 40 регионов, которые имеют долги. И наши соседи практически все. Поэтому, когда кто-то говорит о том, что наша область там банкрот, да не банкрот. Мы просто живем, как любая семья, которая живет в кредит и старается выбрать кредит где-то с меньшей процентной ставкой. На сегодняшний день есть такая возможность, если там в одном банке, особенно под строительство взял под кредит такой-то, ставка уменьшилась, ты можешь перекредитаться в другом банке. Вот так же и наш бюджет. Но на сегодняшний день федерация нам дает возможность облегчить вот эту ситуацию. То есть у нас нагрузка на, будем говорить, обслуживание наших кредитов, она, конечно, уменьшается. И здесь нам нужно просто работать. Работать с недоимкой. Работать и выводить из тени всю ту нашу составную часть экономики, которая... Здесь у нас это вся экономика, ну, будем говорить, которая сфера обслуживания, очень много там в тени находится. Это наш лес тоже там в тени находится. Поэтому мы вот именно на этом заседании там будем принимать закон о административных нарушениях в лесном кодексе. Это дополнение к 31 закону. То есть мы там не будем там как бы карать. Там будет рассрочка, там они начнут налагать взыскания с 1 апреля. Но это заставит всех, собственно говоря, мы и говорим там о создании там пунктов приема леса. То есть вывести всю эту экономику, чтобы она была прозрачной. И чтобы мы могли уже получать те доходы, которые будут нам позволять выполнять те условия, которые нам поставила федерация. Это все идет в ряду вот тех мер наведения порядка в лесной воде. Да, это все идет вот именно в тех мер так называемого НЭПа, который мы с вами на сегодняшний день продолжаем. Будем наводить порядок. А скажите мне по бюджетным коммерческим кредитам. Вот то, что вы сказали. Для нас реально вообще не пользоваться больше в 2018 году коммерческими кредитами. Вот эта вот схема, она рабочая? Эта схема рабочая для нас реально, потому что мы в этом году получили на 10% больше всех средств на выравнивание нашего бюджета, чем в прошлом году. Поэтому нам дают возможность не пользоваться коммерческими кредитами. Исходя из этого, собственно говоря, мы и получили впервые бюджет, когда у нас доходы превышают наши расходы. Они как раз превышают вот на эту сумму, которую мы должны заплатить за счет наших бюджетных кредитов. Это профицит, именно вот на три года профицит запланирован как раз на обслуживание этого долга и все, что будет связано с этим долгом. А вот неделю назад вы говорили о возможности создания регионального фонда развития промышленности. Под это сейчас закладываются деньги в бюджете на 2018 год? Мы этот вопрос изучаем вместе с губернатором. И Игорь Владимирович такую поставил задачу. Изучаем опыт Пензенской области. Опять же, там у них есть такой фонд. Он составляет у них 100 миллионов рублей. Они этот фонд используют для кредитования тех предприятий, которые нуждаются в этом. Будем говорить, что под свой процент 5-3%. Но это возвратные средства. Поэтому мы этот вопрос рассматриваем, рассмотрим, будет у нас такая возможность. Конечно, нам это тоже необходимо делать. Почему? Потому что мы тогда дадим возможность нашим предприятиям иметь, будем говорить, более дешевые и короткие деньги, которые не могли бы решать свои текущие проблемы, которые сегодня возникают. Я уверен, что в этом направлении у нас то же самое получится. Мы помимо этого на сегодняшний день в нашем бюджете... Я просто один пример приведу у нас, потому что по нему разбирались. Яранский район, районная дума заявила о том, что надо вернуться и увеличить им на 50%. Но есть определенная схема выравнивания бюджетов и дотации всем районам. Мы же не можем для одного района что-то поменять. Но им уже на 2018 год на 13% увеличились эти деньги. То есть они получат дополнительно почти 10 миллионов рублей. 9,8. Но там тоже условия есть. Но вы поймите правильно. Надо заставить, чтобы люди работали. Идея Игоря Владимировича о том, что если вы что-то там заработали, все это оставлять у вас, даст возможность главе района у себя на месте из тени вывести то, что там непрозрачно. У нас получается так. Учителя, врачи, бюджетники, они платят налоги в пенсионный фонд, в медицинский фонд. Кстати, тоже будем принимать бюджет в первом чтении. А те, кто в тени, они ничего не платят. Но они же пользуются и школой, и медицинским учреждением. Так давайте мы все вместе будем, собственно говоря, наполнять бюджет для того, чтобы каждый в равных своих условиях мог пользоваться теми услугами, которые определены государством. И на которые, собственно говоря, идут вот эти все средства, которые собираются в виде налогов и покрываем эти все расходы. Мы же тоже, ФОМС, это уходит в федерацию, а потом федерация нам возвращает средства. — Остается у нас всего лишь две минуты. — Да, две минуты. — А тем еще хочется затронуть много. Я даже не знаю, что делать. — Давай коротко еще затронем нашу третью тему, о которой мы собирались спросить коротко. Буквально недавно состоялась встреча между городом, правительством и общественной палатой Кировской области, на которой обсуждали формирование концепции комплексного развития города. Вот скажите, пожалуйста, эта концепция, она в принципе существует или нужно сейчас принимать некий новый документ? — Тут больше вопрос задаем мы как главе города в течение 10 лет. — Я могу сказать, что эта концепция существует. Я могу сказать, что вот то, что проходят круглые столы, это очень правильно. И если есть какие-то толковые предложения, то концепция — это не догма. Все можно вносить и поправлять. Но говорить о том, что нет концепции, нет каких-то планов развития города — это неправильно. — Хорошо, посоветуйте тогда общественникам, которые высказывают разные идеи по улучшению городского пространства. — Как им быть более слышанными. — Во-первых, да, как им быть услышанными. А во-вторых, к кому им обратиться, чтобы свои пожелания и проекты встроить в эту концепцию. — Есть простой, апробированный способ. Есть городская дума. В городской думе есть комиссии, которые отвечают за все направления развития города. Поэтому со всеми предложениями выходите в городскую думу на комиссии и приглашайте их на заседание общественной палаты. Так же, как и приглашают законодательные собрания, и мы участвуем в этой работе. Я могу сказать, что один из законов, который мы будем сегодня принимать, вернее, послезавтра, о зеленом поясе города, он, собственно говоря, рассматривался по инициативе общественного фронта на общественной палате. И потом был вынесен на заседание законодательного собрания. — Идти к профильным депутатам городской думы, идти в общественную палату. — В профильные комиссии. — Как комиссия по городскому хозяйству. — И ведь в городском, в администрации города есть все структурные подразделения, которые отвечают за те или иные направления. И если мы говорим о том, что вот возьмем образование, там все просчитано, сколько у нас учащихся в первом, там, в десятом классе, сколько у нас ходит в детский сад, сколько у нас будет еще детей. И у них есть потребность этих детских садов. И мы на сегодняшний день говорим, нам нужно построить 15 школ для того, чтобы мы учились в одну смену. Это и есть, мы будем говорить, один из тех аспектов, которые мы называем комплексное развитие города. Если бы город не развивался комплексно, ну, наверное, у нас не было таких, вернее, было бы еще больше проблем, чем сегодня, там, с теми же школами, с теми же детскими садами. Ну, я считаю, что нужно слышать друг друга, и тогда никаких вопросов не будет возникать. Есть хорошие предложения, давайте будем слышать, давайте будем что-то изменять, давайте будем направлять. То есть региональные наши законодатели, вы готовы общаться с общественниками, выслушивать их просьбы и по возможности двигаться к решению. Конечно. Хорошо. Ну что ж, на этом я предлагаю закончить. Это дневной разворот. Мы говорили с Владимиром Васильевичем Быковым, председателем Законодательного собрания Кировской области. Благодарим вас за эфир. И с Владимиром Валентиновичем Яговкиным, председателем комитета по аграрным вопросам Законодательного собрания Кировской области. Спасибо большое. Спасибо. Мы с Юлей не прощаемся. Новая тема через 20 минут. Спасибо. Благодарю сюда.